Состоялось очередное заседание общественного совета. На повестке дня рассматривалось предложение по внесению изменений в правила ценообразования на социально значимые продовольственные товары. Также вниманию членов совета были представлены государственные образовательные заказы на подготовку кадров для вузов на 2023-2024 учебный год. Речь шла об освоении образовательных грантов, выделенных за счет местного бюджета. В Жамбулской области гранты на обучение по направлению водного хозяйства не освоены полностью. В частности, это связано с тем, что абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, не столь заинтересованы поступать на эту специальность. Из 15 грантов, выделенных на этот учебный год, было всего 4 заявки. Остальные места были отданы на факультет хореографии, говорят специалисты управления образования. Мы вносим изменения в распределение грантов, а именно в перечень специальностей. Это связано с тем, что в этом году на водное хозяйство было выделено 15 образовательных грантов, но лишь 4 человека подали заявки. Неиспользованные места были перераспределены. Финансирование каждой специальности отличается. У педагогики одно, у сельсового хозяйства другое. На хореографию было выделено 5 мест, поступило 11 заявок, поэтому мы перераспределяем места. Вопрос о том, почему молодежь не проявляет внимания к отраслеводного хозяйства, в то время как в регионе ощущается дефицит поливной воды, остается актуальным. И все же получается так, что хореографы востребованы больше. На общественном совете были озвучены различные доводы. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании совета, касался колебающихся цен на продукты питания. Кто контролирует процесс ценообразования? Участники заседания всесторонне обсудили цены и качество товаров, реализуемых в социальных магазинах. Со стороны общественного совета был озвучен ряд предложений по ситуации со специальностью водных хозяйств. Поступило мало заявок на обучение по гранту. Как известно, глава государства в своем послании обозначил необходимость эффективного использования водных источников. Поэтому областному управлению образования были даны соответствующие рекомендации. Что касается областного управления предпринимательства, то здесь был рассмотрен вопрос стабилизации цен на продукты питания. Впереди важно работать совместно, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на возникающие ситуации. На совещании члены общественного совета отметили, что средства, выделенные обеим отраслям, должны быть использованы должным образом. Оба проекта постановления были одобрены членами совета, даны заключительные рекомендации. Теперь документ будет представлен на рассмотрение в Акимат Жамбылской области. Риналь Рахматуллин, Руслан Сандыбаев, Айконакпарад.